Еще об обратной стороне Дебальцева и Войневного России. 17.2015-2019 наш блог ранее уже выкладывал интересный материал непосредственного участника боев за Дебальцева со стороны ЛНР, с жесткой критикой как самого хода операции, так и военного строительства в ДНР и ЛНР в целом. Данное выступление вызвало большую полемику, и теперь тот же участник в своем ЖЖ приводит своего рода окончательные ответы своим оппонентам. Часть первая, часть вторая, часть третья, С. Вадим Брайдов, коммерсант. Оригинал взят у Кеннегтига, взавершая дискуссию вокруг взятия Дебальцева и ситуации в Новороссии вообще. В очередной раз прошу прощения у читателей за задержку с публикацией ответов на ответы Шурыгина. Как уже говорил, холивары в интернете мне денег не приносят, соответственно, отодвигаются в списке дел на дальние позиции, ибо надо работать и все такое. Вчера вечером понял, что события опережают темпы написания и сегодня утром, придя на работу, попросил у начальства своего рода неоплачиваемый выходной на рабочем месте, чтобы дописать и выложить этот текст. Для тех, кто не застал начало данного холивара, вот ссылки на наши предыдущие препирательства со Шурыгином по поводу военного строительства в Новороссии и проверки его результатов Дебальцевской операцией. Мой первый текст и его окончание. Первые ответы Шурыгина. Мои ответные реплики. Вторые ответы Шурыгина. Один и два. Он пишет, что со своей стороны дискуссию вроде как закончил. И даже посчитал вот эту новость как-то относящийся к предмету обсуждения. Мне тоже осталось, в общем-то, тоже только подытожить. Опять же, в очередной раз приходится начинать текст с пояснений, адресованных людям, ставящим под сомнение то, что я пишу. Автор, связист. Связисты не воюют. Он не был на передовой. Все это лоши выдумки. Откуда старшему лейтенанту одного из батальонов знать о том, кто и как руководит операцией? И прочее, включая похожий тезис, прямо противоположный первому, откуда тебе из окопа видать общую картину? Запятая, но при своей противоположности не менее других удобно располагающийся в обойме типовых претензий. Можно было, конечно, педалировать тему, а вы вообще тут все на диване сидите, так что не вякайте, как это любят делать дядя Женя и перепощевающий его Шурыген, но это не мой метод. Рассказываю еще раз. Я, Си, Августа был в Новороссии и с начала октября руководил взводом связи отдельного механизированного батальона, дефакта, танкового, Август, сейчас переименованного в 4-й Йомб. Наш БАД – часть корпусного подчинения НМЛНР. Соответственно, мне довелось и получать вводные по срокам боевых действий, и смотреть на карты, где все было красиво нарисовано, исходные, рубежи, задачи, вот это вот все, короче. Как связист я, будучи на боевых, исполняя свои непосредственные обязанности, работал в общих каналах связи. К концу операции такой канал вообще был один на всю НМЛНР и шутливо именовался «Радио Тамбов». Соответственно, о том, кто, как и кем командовал, имею самое непосредственное представление. Я эти команды слушал, передавал и рапортовал о выполнении. Одновременно с этим мне, по причине острого дефицита вменяемых кадров, приходилось бегать и по переднему краю. Как я уже писал, у меня во взводе связи было к началу операции всего 4 бойца-связиста, годных для первой линии, включая меня, из положенных 18. Да, мне ни разу не пришлось пострелять, но так я не для этого бегал с Р-159 за спиной. Когда мы попадали, например, под обстрел снайперов Дебальцева, все хватались за оружие, а я – за рацию, чтобы, в случае чего, вызвать подкрепление и броню. Маршрут моих скитаний в январе-феврале, за вычетом молочей, Брянка-Оновка-Санжаровка-Брянка-Заринск-Брянка-Дебальцево, район 8 марта и далее через ЖД пути. Мне в ходе операции случилось немного лично пообщаться и с Мозговым, и с Дремовым, и с другими интересными людьми, посмотреть, как работают штабы. Так что я, граждане комментаторы, все-таки имею некоторое право говорить о том, о чем говорю, потому что я видел, как и где оно работало, если работало. Далее. Отдельно хочу сказать кое-что тем, кто в фарватере этого конфликта покатил бочки на Шурыгена, а потом и на дядю Женю. Мол, Шурыген, сексоткпшный, окрыжен, его подпевала. Если в какой-то стране есть годные спецслужбы, то хороший журналист – это всегда внештатник спецслужб. Если это не так, то или журналист хреновый, или спецслужбы так себе, потому что позволяют себе пропускать мимо ушей человека, грамотно работающего на их поле, на поле сбора и анализа информации. Является ли слово сексот комплиментом или оскорблением? Тут опять же в каждом конкретном случае надо смотреть. Есть херовые сексоты, а есть внештатники, которые приносят порой пользу куда больше некоторых штатных сотрудников. Давайте не будем повторять пропагандистские ходы людей, напирающих на общественность тирадами типа кого вы слушаете? Урку псевдореволюционера? А апеллировать к сути сказанного? Методички в повторении которых я упрекаю Влада, они, увы, неизбежны в его ситуации, как и в ситуации любой профессиональной прессы. Если в рассказывании правды о происходившем он выйдет за довольно четко обозначенные границы, его просто никуда потом не пустят, даже в штабы. Не говоря уже о передовой. Кстати, один из тех, с кем довелось побеседовать в последнее время, и кто рассказал много интересного из того, о чем не может и не сможет рассказать Шурыгин, сказал среди прочего следующее. Шурыгина можно уважать уже хотя бы за то, что он доехал до передовой, в отличие от многих присланных из России военспецов. Но не может человек многих вещей говорить на публику. Именно потому, что профессиональный журналист, 24-го года работая в газете «Завтра» это моя главная работа. Я могу говорить и пользуюсь этим. Мне не страшно, что перекроет кислород с Black Shark. Я свою скромную зарплату получаю не за журналистику, а за ковыряние в компах и локалках в свободное от войны время. Про дядю Женю аналогично хочу заметить. Ему, теперь уже не только начальнику связи, но и замполиту арт-дивизиона, просто не положено вести крамольные речи вроде моих. Как военспец он, кстати, вполне на своем месте, для пиджака справляется отлично. И, в отличие от меня, имел достаточно личного состава, чтобы в ходе боевых действий заниматься не беготней с рацией за спиной, а тем, чтобы сказанная в эту рацию долетала как можно дальше. Я этим занимался, когда занимался, по ночам, если меня выцепляли для этих целей с передовой. Почему у него в ЖЖ были сначала одни данные о потерях со стороны ДНР, а потом оказалось, что они не совсем корректны? Отдельный вопрос, ответ на который я тоже нашел. Ну а с Блэкшарком, я так понимаю, разобрались уже давно. Человек сильно не тот, за кого пытается себя выдавать. Штука баксов и чувство сопричастности. С, как говорилось в далеком 2005 году. Далее. В армейской системе нельзя, приказ есть приказ. Ты выигрываешь с этой системой или проигрываешь вместе с ней? Я всего лишь обозначил проблему. Сегодня мы с такой системой кое-как выиграли, а завтра можем начать проигрывать. Мы победили один раз, но дальше эта система не даст того КПД, который требуется. А противник получает опыт, получает помощь, его попросту много, куда больше, чем нас. И результат снижения КПД не замедлит сказаться. И процесс примет лавинообразный характер. Самую сложную единицу боевой техники собирают на заводе за несколько месяцев. Нового солдата надо растить, воспитывать 18 лет. Никакой особой суровой окопной правды я в повествование не добавлял. Хотя даже из того, что видел сам, своими глазами, без цитат из чужих рассказов, можно было бы слепить такой набор живописных зарисовок, что читателю стало бы непонятно, а мы там вообще победили. Это не Остафевщина и даже не Бондаревщина. Это вообще не художественная литература, Йосичо. Очень нравятся комментаторы с фразами типа «Да за такое тебя бы в 1941-м расстреляли». Ну, типа, не смей писать правду о том, как тяжело людям было воевать без связи и с неисправными танками. В 1941-м, знаете ли, интернета не было и подобный материал мог попасть в общий доступ, то есть на странице газет, только с санкцией высшего руководства. То, что сейчас интернет есть, как бы говорит о том, что цивилизация несколько подразвилась, и пора учиться жить в этом мире, а не в мире вечного 1941-го года. Учитесь, это очень полезно. А я, в общем-то, и сейчас готов к тому, что расстреляют. Или посадят за что-нибудь, повод найдут, если понадобится. Или просто не пустят на границе, когда поеду обратно, воевать. Если это спасет очередные сотни жизней наших людей, пожалуйста. Писалось то после неоднократных безрезультатных попыток решить проблемы без их выноса на публику. Все эти ваши такие вещи пишутся не так и не на публику, они не по адресу. Так и не на публику все уже не раз говорилось и писалось. И ничего не сдвинулось. На календаре – апрель. Апрель сука нахуй блять. А запасных тангент китпу бронетехники как не было, так и нет. И полное впечатление, что нет никакого интереса к построению максимально боеспособных в СН. Особенно после очередного приступа контрактизации в ЛНР. Впрочем, и об этом еще отдельно скажу. Да, порадовали в комментах к некоторым перепостам комментарии в духе О. Диванный воин приехал на войну и сразу начал всех учить. Ребята, я знаю, что я – диванный воин. Успокойтесь. Трагедия в том, что никого другого вменяемого на должность старлея начальника связи танкового батальона не нашлось. Я бы с радостью пошел рядовым в пехоту, если бы кто-то покруче меня взялся бы за эту должность. Желательно, из отпускников. Но нету. До сих пор. В мое отсутствие должность начсвязи батальона тянет немолодой радиотехник из рядовых добровольцев, пришедший в конце зимы. Начальник связи танкового батальона, блять. Человек, ответственный за то, чтобы 40 танков оказались в нужное время в нужном месте. Впрочем, вернемся с содержанию собственной дискуссии. Еще раз кратко обозначу свою позицию для тех, кто не уяснил ее в достаточной степени из предыдущего текста. Россия не ведет на Донбассе никакой гибридной войны. Она, увы, просто не умеет пока сняться спецназа за знаки различия и одеть на него маски, как это было в Крыму, умеет. Грамотно и гибко реализовать возможности, которые были к концу лета на Донбассе, нет, не смогла. Не хочется думать, что не хочет реализовать, но иногда впечатление именно такое. Я считаю, что созданная в ЛНР и ДНР военная система была неадекватной ситуации. Дело даже не столько в том, что имело место катнострофическое запаздывание с развертыванием тылов, тихообеспечения и связи. Это плохо, очень плохо, но не фатально. Фатально то, что для строительства добровольческой армии, воюющей с государством, у которого мобилизационный ресурс в 10 раз больше, выбраны лекала призывной мобилизационной армии, воюющей тотальную войну с противником, имеющим сравнимые человеческие ресурсы. Зачем? Почему? Других лекал нет? Создается впечатление, что нет. И, опять же, главная проблема не в том, что эти лекала были использованы, а в том, что их могут продолжить использовать и, скорее всего, продолжат. Далее будем разбирать по пунктам основные камни преткновения наши с Ашурыгиным дискуссией. Камень первый. Резервы еще были. Влад пытается убедить меня в том, что у нашего командования к моменту формирования сводных рот из спешинных танкистов, артиллеристов и новобранцев только-только получивших автоматы еще были. И указывает на направление счастья Луганское. Но не отвечает на мой вопрос. Если дело действительно решалось парой штабных рот и парой сводных рот, то зачем использовать для этого штабных и танкистов? Просто снять пару рот с другого участка, которые находятся отнюдь не на другом конце континента, а всего лишь в паре часов езды на Урале. И вместо них кинуть туда стоять на готове во второй линии штабных и танкистов. Нахрена рисковать? Жертвовать специалистами, которых не учили пехотному бою в городе, когда еще есть боеспособная пехота. Если враг вдруг попрет там, откуда сняли пару рот, заменив сводными, то в обороне они уж как-нибудь продержатся, если до них вообще дело дойдет. Еще раз, срочности в формате часов в минут никакой не было. Нас вот держали в ближнем тылу, на вергулевке, сутки, прежде, чем отправить вперед. Зачем? Ответ, укладывающийся в рамки нормальной логики, по-моему, только один, боеспособных резервов, готовых идти в бой, больше не было. И на той же вергу левке народу было в ожидании приказов надерганного откуда только не. Так что им ха, выгребли всех, кто ха...